ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты заметила, как мы сегодня с тобой подходим друг к другу? Да, аж непривычно сильно одеты. Как будто бы настоящий ведущий. Всем привет! Это Орел и Решка земляне! И мы прилетели первый раз в Пакистан! В город Карача, чтобы познакомиться с пакистанцами. Да. Кстати, единственная вещь, которую я знаю о пакистанцах – это то, что они придумали самый первый в мире компьютерный вирус. А, еще одна. То, что когда в секонде шаришься, там почти каждая вторая шмотка – это made in Pakistan. Орел. Решка. Ай, как страшно! Не кричи. Хорошо, не ору. Все будет нормально. Смотри, я богатый. Я богатый! Я сказал, я богатый. Я выиграл. Это первый раз случилось. Такое волшебство. Ты видел, как я умер. Я сказал, я богатый, и оно случилось. То есть, все-таки тренировки не проходят зря, дорогая моя. Удачи тебе. Всего самого лучшего в жизни. Это тебе. Аккуратненько. Бесловно, иди туда. Ладно, ладно. Но здесь опасненько. А я туда. Я недавно только вылечила спину от этого рюкзака. Пакистанцы – народ-загадка. Они настолько не похожи на нас, что кажется, будто они с другой планеты. И дело не во внешности. Только представьте, они едят из кульков. В школах учат всего одну книгу, но наизусть. Развлекаются с дикими орлами. И ходят в церковь для трансгендеров. Добро пожаловать на планету Пакистан. Ну вот, я стою в Пакистане с трансгендером и прекрасное время провожу и танцует мне. Впервые руки ведущего «Орла и решки» держат пакистанские деньги. За 100 долларов дали аж 16 тысяч местных рупий. Но тратить их на такси я не буду. Не подскажите, где я могу найти автобус? Пройдете через парковку – там и ловите. Как долго идти до автобуса? Минут 10-15. Поступлю как пакистанцы, которые любят экономить. По топу от аэропорта – пешком. И буду ловить автобус где-то у дороги. Самая роскошная и самая престижная тачка в Пакистане – это… Грузовик! Слушайте, это не машина. Это новогодняя елка. Это… если бы трансформер стал хиппи, вот так бы он выглядел. Грузовики – короли пакистанских дорог. От грузовиков всего мира их отличает неистовый тюнинг. Первое, что думаешь, когда их видишь – о-о-о-о-о, мои глаза. My name is Кирилл. What's your name? Pakistan. Your name is Pakistan. Конечно же, никакой он не Пакистан. Моего водителя зовут Мама Юнас. А зачем тут окна? И зачем тут дверь обычная? Поставим дверь просто с автобуса. Ха-ха, класс. Ну, гармошка. Мистер! Ребят, так это не грузовик, это целый плацкарт. О, я же говорю, это плацкарт, тут даже опускается верхняя кровать. Блин, оно внутри разрисовано точно так же, как снаружи. Проехаться на этой махине – это лучший аттракцион, на который можно потратить деньги в Пакистане. Если ваш грузовик выглядит не так, как этот, даже не зовите меня. Смотрите, у пакистанского дальнобойщика руль в наклейках, и с него свисает новогодний дождик. Головой он цепляет какие-то гирлянды с бахромой. На лобовом болтается с десяток амулетов и гигантские китайские часы. Это все настолько безвкусно, что аж круто. Короче, в кабине есть все, что угодно, кроме ремня безопасности. Дружище, а зачем пакистанцы украшают грузовики? Мы просто хотим, чтобы они были красивыми и все. То есть вы так разрисовали машину просто ради забавы? Да, ради веселья. Рисует все, на что хватит фантазии. Но в тренде флаги Пакистана, цитаты из Корана и портреты военных. Для домашнего уюта многие снимают металлические двери и ставят деревянные с ручной резьбой. Я мечтал о красивом грузовике с детства. Копил на него целых 36 лет. И вот год назад купил за 24 тысячи долларов и доукрашал еще на 600 долларов. Раньше я просто был водителем грузовика и получал 80 долларов в месяц. А теперь у меня есть свой и я зарабатываю 800 долларов в месяц. Я так сильно люблю свой грузовик, что даже имя ему дал. Все, погода это есть остановка. Будем ждать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полно людей! Автобус! А ты куда? Ура! Мы нашли! Поехали в центр! Тут полно людей! Он такой колоритный! Боже, как тут клево! Такой необычный. Я еще в своей жизни не видела. Как будто мы едем на какой-то фестиваль, карнавал. Такое ощущение. Водители пакистанских автобусов подумали, чем мы хуже и тоже стали украшать своих железных коней. Карачи самый большой мегаполис Пакистана. В этой липкой жаре и тучах серой пыли живет почти 15 миллионов землян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О май гад! Капец! Это просто трэш, то, что происходит на улице. Очень много людей, очень много машин. Нечем дышать. Я не знала, как люди тут живут. Я кашляю каждые 2 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хочу никого обижать, просто рассказываю то, что на самом деле есть, я чувствую и вижу. Везде мусор, муки на тебя налетают, запах такой неприятный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокруг, конечно, полный трэш, но опасности не чувствуется. Я не знаю, как ночью, но пока что не ощущается. Для тех, кто не знает, что такое Пакистан и кто такие пакистанцы, рассказываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пакистан – сосед Инди и Афганистана. И сосед немаленький. Население 216 миллионов человек. Это как пять Украин. Почти все мусульмане. И представьте себе, у страны, где люди живут вот так, есть ядерное оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давайте познакомимся с пакистанцами поближе. Большинство женщин в Пакистане ходят в таких костюмах, которые называются чадра. Они полностью покрывают их тело. И мне кажется, им очень жарко тут. А мужчины все как один. Ходят в костюме шалвар камис. Это брюки и длинная рубаха. А вот такие шапочки – симхитопи. Чисто пакистанская тема. На них фигурный вырез, чтобы открытый лоб касался земли во время молитвы. Пакистанцы – бородачи. Причем у многих бороды цвета рыжей белки. Сам пророк Мухаммед завещал красить седую бороду хной, чтобы отличаться от христиан и иудеев. Еще у многих пакистанцев на лбу то ли родимое пятно, то ли грязь. А что это у вас на лбу? Это мозоли за намаза. Когда мы молимся, мы становимся на колени и касаемся лбом земли. Пять раз в день я совершаю поклон и прославляю Аллаха. Грузовик – это, конечно, супер, но с такой скоростью и с такой тряской для меня кататься не камильфо. Но это другое дело. Дружище, я приехал, чтобы познакомиться с пакистанцами. Но меня интересуют только богачи. В Пакистане самые богатые люди – это бизнесмены. Они заработали миллиарды на машиностроении и на производстве хлопка. Еще у нас богатые политики и игроки в крикет. Насколько большая разница между богатыми и бедными? О, колоссальная! У нас или очень богатые люди, или совсем нищие. Но наши богачи помогают бедным. Так велит ислам. По закону шариата богатые пакистанцы должны 2,5% от своих доходов отдавать бедным. В Пакистане есть специальные места, которые спонсируют миллионеры. Там бесплатно кормят бедных и бездомных. Одно из таких мест – кафе «Махмуд». Богачи на своих больших машинах привозят нам деньги на продукты. Вот на этой кухне каждый день печем тысячи лепешек и варим 20 огромных кастрюль чечевичной похлебки. И все это раздаем бесплатно. Каждый день за едой приходит 4 тысячи голодных пакистанцев. Вы приходите сюда каждый день? Кем вы работаете? Я охранник в банке. Охранником? Я-то думала, что тут кормят только бездомных. А по факту тут собираются вообще все любители халявы и просто бездельники. Сколько денег вы получаете в месяц? 120-130 долларов. И на что этого хватает? Да ни на что не хватает. У меня жена и пятеро детей. А здесь я ем, чтобы сэкономить. Хоть я не богата в этой стране, как Кирилл за своей безлимитной карточкой, но я хочу сделать доброе дело. Я вот тут оставлю свои денежки. Аааа! 13 людей! Я накормлю вот этой денежкой, которую я дала. Обалдеть! Представляете? Боже, как классно! Дружище, расскажи, а где обычно едят самые богатые пакистанцы? Макдональдс, КФС, разные стейкхаусы. Серьезно? Они едят в фастфудах? Да, поехали, покажу. Кто бы мог подумать, американские забегаловки с дешевым фастфудом у пакистанских богачей считаются такими же статусными заведениями, как в Европе рестораны со звездой Мишлена. Вы часто сюда приходите? Два раза в неделю. А кто обычно здесь обедает? Пакистанцы, которые работают в крупных компаниях. Банкиры, предприниматели, айтишники. А кем вы работаете? Я работаю в компании по производству лекарств. И сколько вы зарабатываете? Больше полумиллиона в месяц. Для большинства пакистанцев это очень дорогой ресторан. Если доход семьи 50 тысяч рупий, это 300 долларов, то они могут позволить себе лишь пару раз в месяц пообедать здесь. За свое меню я заплатил 12 долларов. То есть за один раз покушать здесь местный потратит столько денег, сколько ему хватит, чтобы прожить неделю. На эти деньги, что ты поел, Кирилл, можно было накормить 26 голодных пакистанцев. Кирилл эстетичный потратит ему на два. И все сотрудники продаются, что рассматривают естественность圖. После этого кирилла буду к址 за такой великой ресторан. Просто позади, что делать? Карнатор,lotland в среде и неистάν, дальше очень быстро! Очень популярный пакистанцы. Когда жуют американские бургеры и картошку фри, простые пакистанцы едят обычную еду в перемешку с мухами. И как они это делают, не похоже на то, что мы когда-либо видели. Тут пахнет прям аж не могу, так что зайдем. Нихари пакистанцы называют любое мясное рагу. Это, например, Нихари с баранины. Походу это популярная штука. Кулечки я буду кушать, как я сделаю дырочку, буду пить как сок. Эта страна не перестает меня удивлять. Пакистанцы покупают всю уличную еду в пакетиках. И это оправдано. Потому что, во-первых, вся еда тут – это какая-то разноцветная жижа. А во-вторых, едят дома. С тарелкой супа ведь на мопеде не погоняешь. А в пакетике взял и уже дома спокойно перелил себе в тарелку. Я так поняла, что у них хлеб вместо приборов. Так что кушаем. Выглядит, если честно, не очень. Оно жирное. Есть остроты. И очень похоже на какие-то бобы. Острое. Я вот сейчас чуть-чуть попробовала, и оно у меня уже острое очень сильно. Мясо на ощупь очень мягенькое. И оно вот сейчас вывалится, так что скушуй быстро. Ммм. Вкусно. Она такая мягкая. Напоминает телячьи щёчки. Не хочешь после обеда выпить верблюжьего молочка? Верблюжьего молока? Да, верблюжьего. Оно фантастически вкусное. То, что вы сейчас увидите, возможно, наверное, только в Пакистане. Вдоль шумной трассы человек продает молоко прямо из-под верблюдицы. Смотри, малышка там. Там малышка сразу пьет. То есть сначала нужно дать попить, чтобы верблюдиха успокоилась. И потом можно ее доить. Это первый раз в жизни, когда верблюда пьют молоко у мамы верблюда. Класс. Ух ты, какое у нее жесткое вымя. Оно прям серьезно, его прям тяжело сжевать. Мягкое, но одновременно такое. Кожа очень жесткая, вся в песке. Ну ладно. Блин, парное верблюжье молоко. Где вы сейчас такое встретите? Это тоже впервые в жизни, кстати. Первый опыт молока верблюда. Оно тепленькое, оно очень похоже на обычное коровье молоко. Единственное, что атмосфера, конечно, для такой трапезы не самая приятная. А местным кружка так и вовсе не нужна. Это Пакистан, детка. Это примерно 1 доллар 25 центов, где-то вот так. Это недорого. Это за литр. За литр свежего, парного верблюжьего молока. Прикольно. Через капучинку можно делать. Очень необычно. Чтобы узнать пакистанцев поближе, нужно обязательно сходить на мост Native Jetty в Карачи. О-о-о. Блин, тут очень много людей. и они каких-то птиц кормят. Это, это, блин, орлы! Вы только посмотрите, какая дичь здесь происходит. Взрослые дети подбрасывают в воздух куски сырого мяса, и огромные орлы ловят их на лету. Где вы видели, что в какой-то стране кормили орлов? Голуби в основном, но орлы? Ой, это страшно! Чем их кормят? Пойдем посмотрим. Это мясо выглядит как арбуз, но это мясо, оно все в мухе. Но это не просто мясо, это коровьи легкие. Честно, честно выглядит немножко, я не знаю, мерзко, правда, извините, пожалуйста. Но вот как для туристов, как для меня, который видит это в первый раз, это немножко так, ой, мурашки по коже. Они говорят, что они кормят птички не для того, чтобы веселиться, а это для них, как бы для хорошей кармы, для того, чтобы дальше у них в жизни все было хорошо. Ты делаешь добро, тебе оно возвращается. Отлично. Придется их кормить. Надо кормить их мясом, я сейчас рыгну. Честно, начало немеет у меня в руках и голова кружится. Я не знаю, с чем это связано. Жара может быть. С тем, что вокруг просто какая-то жест творится. Ну ладно, ***, давайте сделаем это. А, тупо все мое тело сопротивляется это делать. Мягкое какое-то. Мягкое какое-то. Ура! Для местных может это весело, а я вообще… Птички давайте сюда. Просто. Все, покормили, пошли. Отличное развлечение просто. Просто захватили, смотрите. Ура! По правилам сезона земляне не нужно узнать, как живут простые пакистанцы. Для этого не надо специально искать какой-то бедный район. Достаточно зайти на любую улицу. Я хочу узнать, как живут пакистанцы. Да без проблем. Хочешь, я могу показать мой дом. Я тут рядом живу. Конечно. Просто, что нам нужно, потому что здесь земляне. Отлично. Ну давайте с нами, давайте, пацаны, девчата. Я могу зайти? Спасибо. Такой контраст вообще по сравнению с улицей. Тут просторненько вроде. Нет мух, что очень хорошо. Найс то видеть ю. Хеллоу. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Ай, класс, боже, все знакомимся. Это мух. Хеллоу. Это все. Ай, это моя семья. Это моя семья. Это моя семья? Да, подождите. Это табор какой-то. Меня зовут Мишель. Тебе? Сайма. Сайма. Тебе? Тебе не позволяет. Но могу показать нашу с мужем комнату. Это просто в голове не укладывается. Такой контраст с улицей. Там мусор, пыль и мухи. А здесь не соринки. Все вылезано до блеска. А это гостевая комната. И здесь идеальный порядок. Такое пакистанцев менталитет. Личное пространство должно быть чистым и красивым. А там на улице все общее. Так что можно дымить, пылить и сорить сколько влезет. Если к нам в дом приходят гости, они живут здесь. Если хочешь, можешь и ты остаться. Просто вот так? Окей, подождите. Это не просто так может быть. Может каких-то денег нужно заплатить? Это бесплатно. У пакистанцев так принято. Может, я вам помогу на кухне, помою ванну. Я могу все делать. У меня для этого есть дочери. Они должны работать. А ты отдыхай. Мне такой расклад нравится. То есть я могу остаться прямо здесь? Спасибо большое. Я не знаю, с ним можно обнять ее. Короче, я обняла ее и все. С безлимитной картой у меня есть возможность жить так, как живут богатые пакистанцы. Например, у берега моря на вилле в стиле лофт. Четырехэтажная вилла у моря стоимостью 600 тысяч баксов. У нее даже свой аккаунт в инстаграме есть. Здесь устраивают модные фотосессии, снимают рекламу. Ну я и клюнул на фотки. Уааа. Да. По задумке пакистанских архитекторов это должен был быть лофт в стиле минимализм, где игра высот создает гармоничное пространство. Но получилась скупая бетонная коробка. Дизайнерское ведро. Класс! Ооо. А вот это, как говорится, моя опчевальня получается. Дорогие пакистанцы, если что, лофт и недострой – это две разные вещи. Вот так выглядит элитный район в Карачи. Вилла за 300 тысяч долларов, сарай, еще сарай, свалка, недострой, какие-то халупы. О, моя вилла за 600 тысяч долларов. Опять халупа. И снова вилла за бешеные деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гуляя по Карачи, постоянно видишь пакистанцев, которые заняты каким-то экзотическим делом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пакистанец прямо на улице полирует какую-то трубу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь прямо на бетонном полу драят ковры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот мужчина возит по кругу булыжник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказывается, таким первобытным способом тут отжимают кокосовое масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, смотри, Олег, смотри, оно прям течет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этот парень, как вы думаете, кем работает? Автомойщиком? Нет. Здесь написано – мойка. Но это… КОРОВА МОЙКА! Представляете, пакистанцы моют коров, как мы моем машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корова заезжает, паркуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ее ставят на ручник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И делают комплексную мойку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, не перестаешь удивляться, как? Уау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого, какой напор! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я мою корову в первый раз в своей жизни! Вау! Не сопротивляет! Давай, внизу ему там все помой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы моете коров, как машины. Почему вы не моете машины? Я и машины здесь мою. Но еще и коров перед жертвоприношением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каким жертвоприношением? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что, моете коров перед тем, как их забьют? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, чтобы потом их съесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, господи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не бойся, этого бычка сегодня никто есть не будет. Его просто попросили помыть. Помыть одну корову стоит 100 рупий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще помыть не хочешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Еще раз? Так она уже чистая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя миссия – знакомиться с пакистанской элитой. И оказывается, здесь есть люди более уважаемые, чем миллионеры. Я приехал в Мадресе, чтобы познакомиться с хафизами. Ничего не понятно, да? Сейчас объясню. Хафизы – это хранители Корана. Эти земляне знают его наизусть. Каждую страницу, каждую строку и каждое слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мусульмане считают – тот, кто знает Коран на память, на особом счету у Аллаха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый пакистанский родитель мечтает, чтобы его сын стал хафизом. Тогда вся семья будет пользоваться особым почетом и уважением. А в исламе это важнее денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше всего хафизов именно в Пакистане. А в Караче – одна из крупнейших школ, где Коран заучивают на память – медресе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит класс, точнее классы, где учатся будущие хафизы. Честно говоря, отдаленно это все напоминает обычную школьную столовку. Все тоже так сидят по группкам и шум и гам вокруг. Родители приводят сюда детей в возрасте 7-10 лет. И учатся они здесь от 3 до 5 лет. Шесть дней в неделю по 4 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько тебе лет? Мне 9. И как долго ты уже учишь Коран наизусть? Один год. И сколько ты уже выучил? Пять глав из тридцати. А ты можешь по памяти прочитать строки из глав? Учитель начнет, а ты продолжишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы понимаете, что если этого мальчишку разбудить в 3 часа ночи, и спросить, что написано в Коране на 50-й странице во втором абзаце, он скажет. Ты понимаешь то, что говоришь? Я не знаю значение этих слов, но я чувствую их сердцем. То есть дети учат Коран, не понимая смысла? Именно. Дети просто запоминают слова. Дело в том, что Коран не принято переводить на другие языки. Учить его можно только на арабском, которого мальчики не знают. Вы представляете, что такое выучить книгу на языке, из которого ты знаешь только алфавит, наизусть. То есть ты не понимаешь, что значат слова, из которых состоит эта книга. Ты ничего не понимаешь. Это какая-то суперспособность. Если наши дети будут понимать суть слов, они станут переводить Коран на урду. И все перемешается. Мы не можем этого допустить. Нельзя, чтобы слова пророка были искажены. Только после того, как дети зазубрили Коран на арабском, они начинают учить сам язык. И только лучшим из лучших, 10% учеников, удается попасть в высшую школу, где они еще 8 лет учатся толковать Коран. То есть они учатся понимать то, что они уже знают, что они выучили. В Карачи есть место, куда на отдых съезжаются все пакистанцы. Это пляж Клифтон. Да-да, не похоже на пляж. Тук-туки какие-то, лошадки. Это точно пляж? Первая мысль, когда видишь этот пляж – а что здесь вообще происходит? Тапочки! Мусор! Кулечки! Верблюд! Что тут делает верблюд? Привет, малыш! Ой, он чуть-чуть пахнет. Как грязные носки. Пакистан не перестает меня удивлять, а земляне здесь тоже. Это точно не напоминает море, отдых на море. Эта вся атмосфера похожа на ярмарку. А как так? Очень хорошо. Как тебя зовут? Зоя хан! Зоя хан! Зоя хан! Вау! А почему у нее такой голос у Зои? Зоя! 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 Зоя, почему у тебя голос такой? Зоя оказалась трансгендером. О май гайд! Представляете, в Пакистане, в мусульманской стране! Чувак превратился в тюиху! Это просто капец! А как местные вас называют? Мадам! Мадам! Мадам? О, класс! Нормально он себя ведет в такой стране, нормально танцует, все вокруг смотрят и все прекрасно походу. Только шо это? Шо с третьим размером? Как вы выживаете в этой стране? Спасибо Аллаху, все хорошо. А люди как? Люди нормально относятся? Люди хорошо ко мне относятся. Вообще много трансгендеров в Пакистане? О да, очень много. В Пакистане более 200 тысяч трансгендеров. И на самом деле им здесь живется не сладко. В школе меня обзывали и били. Пришлось бросить обучение. Потом меня выгнали родители из дома. А потом вообще из родной деревни. Все потому что я трансгендер. Я ушла из дома в 16 лет. Мой отец отрекся от меня. Я вынужден был делать очень плохие вещи, чтобы выжить. Теперь я замаливаю свои грехи. Ислам не разрешает смену пола. Христианство тоже этого не приветствует. Поэтому год назад пакистанские трансгендеры создали свою – церковь Евнухов. Так называют трансгендеров в Южной Азии. За основу взяли христианство. Но адаптировали под себя. Считать, что это выглядит необычно, ничего не сказать. А с учетом того, что мы в Пакистане, то есть в мусульманской стране. Пакистанство тоже не было. Четыре года назад пакистанским трансгендерам выдали паспорта, где в графе «пол» написано «Х». Их официально признали. Но даже после этого они не могут получить образование в Пакистане. Их отказываются лечить в больницах и никто не берет на работу. А чем вы зарабатываете на жизнь? Я танцую восточные танцы. А как заработали на операцию по увеличению груди? Она же стоит кучу денег. Натанцевала. Ну что, ребята, удивительные земляне можно везде найти. Даже в Пакистане. Конечно, конечно, каждый труд должен быть оплачиваемый. О, нет. Сотня? Нет. Это мало? Если б ты знала, сколько у меня денег. Олег, отложи. Пять тысяч. Зоя – дама без комплексов. За разговор с туристом захотела ни много ни мало – тридцать долларов. Чуть нагленький, да? Немножко. Хорошего вам дня! А на чай? А на кофе? Клад спрятан в городе Карачи на улице Фатима Джинна Роуд. В скверике справа от мечети Шабани. Дальше дело за малым – залезть на дерево и найти бутылку со стат долларами. Удачи! После двух дней в Карачи мы все так же думаем, что пакистанцы – не земляне, а инопланетяне. На дорогу смотри. У нас вопросов больше, чем ответов. Как они так живут? Зачем они это делают? И почему ничего не меняют? Но рационального объяснения здесь нет и быть не может. Просто эта планета – Пакистан. Грузовик! Верблюд! Порно и верблюжье молоко. Где вы еще такое встретите? Тупо все мое тело сопротивляется это делает. Пакистан! 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 Ай, ветерочек. Так что давай, Кирилл, быстро, а то сейчас мухи налетают. Миша, смотри, хватит баловаться. Значит так, на тебе огромная ответственность. Ты первая ведущая «Орла и решки», которая скажет свое впечатление об этой стране. О боже мой, честно, я больше всего боялась Пакистана. Правда, весь этот трэш и слухи, которые ходили об этих землян, вообще не соответствуют их душу. Я даже, наверное, сюда еще раз приехал. И мы приедем. Одного выпуска не хватит, чтобы узнать пакистанцев. Поэтому мы продолжим наше знакомство в городе Лахор. Увидимся у них. Пока. Пока. Опять тебя обнимаю. Каждый раз. Что за дело? Давай так по ним один раз. Что, нормально? Мы же команда.